МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую аудиторию телеканала Дождь. Меня зовут Тихон Зитко. Программа «Харддайзнайт» каждый вторник сюда в нашу студию. На Красном Октябре приходят интересные гости. И сегодня я рад приветствовать здесь, в этой студии, Сергея Толстыхова, исполнительного директора фонда кино. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Вместе со мной эти 50 минут свои вопросы Сергею Толстыху будут задавать мои коллеги. Это Сергей Бондарев, главный редактор портала кинобизон.ру. Сергей, добрый вечер. Карина Орлова, светский обозреватель телеканала Дождь. Карина, приветствую. Здравствуйте. Денис Катаев, обозреватель телеканала Дождь. Денис, здравствуй. И Ольга Шакина, кинообозреватель телеканала Дождь. Оля, приветствую. Привет. Итак, у нас есть 50 минут на то, чтобы обсудить различные всяческие вопросы. Мне хотелось бы вот с чего начать. Я читал ваше интервью «Ведомостям», где вы говорили о том, что на эту позицию в фонде кино, по сути, вас привел, пригласил господин Жуков. Это так? Ну, это частично так. Не только он один был среди членов правительственного совета, когда принималось это решение. Но могу сказать, что не без него это точно. А вот сейчас связи с тем, что он из правительства уходит в Государственную Думу, это как-то отразится на вашей судьбе? Это меня тоже интересует. Я надеюсь, что он останется, наверное, председателем Попсовета. Но это вне моей компетенции. Там они наверхах как-нибудь это определяют. Не, ну просто одно дело в верхе в виде правительства, другое дело в верхе в виде одного из, сколько там, из 450 депутатов. Ну, во-первых, не одного из 450 депутатов, а первый вице-спикер, как я понимаю. Это все-таки немножко разница. Во-вторых, это даже больше касается всего состава Попсовета, где не один Жуков, да, там еще есть Авдеев, там есть Молчанов, Михалков, Воскресенский. Там много людей. Поэтому ясно, что, конечно, председатель Попсовета, Попсовета, эта фигура очень важная, да, и, конечно, мне удобно работать вот в этой вертикали. Но как будет, так будет. Вопрос же, какие задачи и с кем решать, это вторично. Потому что вопрос логики развития. Представить себе, что будет какой-то неадекватный человек, если Жуков, предположим, уйдет, нетрудно. Я думаю, что я о логике, задачах мы не поговорим. Денис, пожалуйста. Сергей, хотел спросить вас сразу с претензий. Начну, но не с своих осчетных палат. Не вопрос. О счетной палаты, которая, как выяснилось, она провела проверку у вас и сказала, что деньги расходуются неэффективно. Многие компании, которые получили деньги, тратили их не на то, что нужно. То есть некоторые перечисляли на депозит в банке, некоторые расплатили по каким-то своим другим долгам. Кто-то просто не потратил их. Например, вот компания Recon Cinema из выданных фондом кино 250 миллионов рублей не потратила и 10. Так вот, скажите, пожалуйста, как так получается? Вы согласны с тем, что ваши деньги неэффективно растрачиваются? И как изменить ситуацию? Фонд кино... Ой, кстати, счетная палата вообще предложила изменить систему вашей работы. Я предлагаю начать вопросы, кто виноват, да? Потому что здесь был вопрос, кто виноват, а что делать? Давайте я попробую так немножко. Я бы даже заострил этот вопрос. Там не просто неэффективно было написано, а там было нецелево использовано. Что вообще статья уголовная, если вечно называть своими именами, это было написано в статье в Известиях. Да, совершенно. В счетной палате ничего этого не было. Чтобы было понятно, сразу уже есть легкая такая дефомация. Это утка? Это, я считаю, не совсем добросовестное отношение с информацией, которую они получают. Я не знаю, откуда они ее получали, да. Можно было запросить, и официально, наверное, бы им дали, они бы с этим официальным материалом бы работали. Потом этот вышел материал в Известиях через месяц или через два после проверки счетной палаты. Материал готовили в отделе экономики, не в отделе кино, да. То есть человек, который, я думаю, малокомпетентен во вопросе. И вот вы даже сами сказали, на депозитах почему они не могут размещать деньги на депозитах? Или еще... Сейчас, сейчас, одну минуточку по очереди. Почему они не могут размещать деньги на депозитах? Они могут размещать деньги на депозитах. Если потом эти деньги, эти проценты, да, они опять направляют в кино. Они же не на дачи их на свои использовали, да, не на машины. Они эти деньги отправили в кино. А вы только веряете. Да, да, нет, мы проверяем. Нет, чтобы было вам понятно, да, у нас есть первичная бухгалтерская отчетность по всем деньгам, которые мы направили им. У счетной палаты была претензия, например, такая, что вот вы проверяете деньги, которые государство дает, а не проверяете те деньги, которые дают инвесторы. Но у нас нету полномочий на это. Да я бы не хотел этим заниматься, потому что это в редких случаях, наверное, имеет смысл, но в большинстве нет. Если мы финансируем, предположим, 30% по 70% инвестор, да, с какого перепугу, да, мы будем похатить эти 70% инвесторских денег в первичной отчетности? Пусть инвестор это делает. Это вот только два момента. Я могу там еще несколько привести примеров. Например, там, почему деньги из ВТБ-24 переводились в другой банк? Мы, когда их просили ВТБ-24 разместить деньги, только с позиции удобства нашего контроля. Любой из них мог сказать, Сергей Исанч, вы не правы, мы где хотим, тем и я ничего не смог бы им противопоставить. Почему? Потому что это антимонопольное законодательство сразу встало бы на их сторону. И там вот таких моментов очень много. Последний вопрос, ваш рекун, да, который там сколько-то денег истратил или нет. Это проверка касалась 2010 года, да, они получили деньги достаточно как на снег на голову, да. Там можно другие вопросы вы будете задавать поровну, как это отдельный вопрос, да. Но правильно ли просто деньги полить или правильно ли деньги положить, да, и дождаться, когда этапы какого-то производства пойдут уже, и их тратить. То есть вы можете сказать, что у них не было готовых проектов в таком масштабе под эти деньги. Я частично с этим соглашусь. Но то, что они нецелевым образом тратились, категорически не согласен. И то, что, в принципе, они к деньгам относятся достаточно, ну, ответственно, да, это факт. Потому что мы это смотрим за этим достаточно внимательно. Мы знаем везде, где деньги лежат. Они каждый месяц, да, предоставляют нам справку, где, какие суммы, если не используют, где лежат, и почему. А может быть, стоит по факту съемок уже компенсировать, как, опять же, предлагает чётная палата? Абсолютно. Это вопрос для обсуждения, да. Не заранее, а после. Абсолютно. Понятный вопрос. И я тоже об этом думал. Тут какая штука. Дело в том, что если бы у нас было преимущественно инвестиционное финансирование, да, это, наверное, да. Так бы, наверное, и следовало поступать. Но у нас продюсеры в достаточно трудной ситуации находятся, да. И очень часто для них важно даже какие-то деньги от нас получить, потом с этой бумажкой собирать деньги у инвесторов. Это очень непростая у них ситуация. Тут есть вопрос, да, потому что иногда, наверное, можно закрывать какие-то их траты, иногда авансировать. Но прямо сейчас я не готов сказать, где какой вариант лучше. Слушай, вопрос, как бы сказать, он стоит. Я не уверен, что сейчас прямо нужно в эту сторону двигаться, да, но он, тем не менее, возможно для обсуждения. Не понятно. Сергей, вот вы сказали, что известия работают некорректно с информацией. Так всё же, что же было написано в постановлении счётной палаты, которое получили вы? Там было написано, там из всего существенного, я могу сказать, что нам было важно. Там были моменты, когда мы несвоевременно, предположим, какие-то контрольные там письма или звонки отправляли в адрес продюсеров. Почему? Например, мы подписываем договор, да, он заканчивается 30-го, там, ну, предположим, сентября. 30-го сентября они не предоставили нам бумагу, а мы не предоставили им письмо, что почему не предоставили. Да, и мы потом только, вот вопрос... Ну, то есть всё-таки в нецелевом расходах и средств ни о чём речи не говорят? Нет, 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 нас в нецелевом расходах и средств никто не мог... Вот вопрос с бюджетом, с размещением денег фонда в банке, да, на депозитах, он стоял. Мы убрали сразу же после проверки. У нас в 2010 году частично размещались средства на депозитах. Более того, когда мы принимали это решение, мы не сами, вот я сейчас имею в виду исполнительную дирекцию фонда принимали это решение, мы, естественно, советовались по письмическим советам, у нас есть решение по письмическому совету, что мы можем это делать. Но после того, как нам сказали, что ребята, лучше этого не делать, да, мы убрали. Потому что, как вы справедливо заметили, сегодня по письмическим советом один, потом он идёт, предположим. Потом они придут ко мне, они придут ко мне и скажут, вот почему вы их размещаете, а по письмическим советом другой. Кто контролировать вас вообще должен? Счётная палата, тот же самый Жуков? И кто выдаёт вообще деньги на, ну, кто решает? Значит, каждый занимается своей сферой контроля. Счётная палата занимается контролем над расходами бюджетных средств. А прокуратура генеральная занимается контролем по правильному использованию законодательства. Росфинадзор тоже, в принципе, занимается тем же, чем и счётная палата, но в более узком каком-то направлении. Вот, в принципе, все. Пописический совет, он не контролирует, но он контролирует тоже, потому что мы отчитываемся перед ним достаточно оперативно и в каком-то таком режиме, по-моему, раз в три месяца приблизительно, да? Но он принимает, самое главное, все важные решения, касающиеся финансовых вопросов. Он не просто контролирует, он принимает решения. А кто ещё принимает решения, да, простите, там, выделять деньги, предположим, на производство отдельных социально значимых проектов или обзывать их социально значимыми? Там, предположим, выделять два значимых не надо. Лучше называть. Сейчас, секунду, Сергей, да, пожалуйста. Да, ну, вот, или, предположим, там, выделять ли 20 миллионов на государственный заказ августа 8-го или нет? Ну, август 8-го, вот я начну тогда сначала, да, вообще вот этот блок социально значимых, это такая немножко двойственная площадка, да. Почему она возникла? Она возникла из-за двух причин. Когда было принято решение о лидерах, о том, что вот лидеры у нас такой структурообразующий элемент в киноиндустрии, то одновременно с этим осталось ряд проектов, по которым было принято решение правительства, там, связанное с какими-то историческими датами, и Министерство культуры, а в данном случае уже фонд, должны были их профинансировать, это раз. И вторая часть, а вне вот этого блока лидера показалось достаточно много режиссеров с именами, да, у которых были проекты, и которые требовали тоже какого-то реагирования. Поэтому вот этот блок социально значимых фильмов, он, прежде всего, предназначен вот для этих двух направлений, да. А в августе 2008-го года это социально значимые фильмы? Да, в августе 2000-го, он называется август 8-го. Август 8-го. Да, он абсолютно у нас идет как социально значимые фильмы. То есть он проходит как график, социально значимые фильмы. А кто это определил? Это психический совет. А у нас все вот такого рода продукты, да, или фильмы, да, они связаны с бумагой из Министерства культуры. Это же социально значимая пропаганда, Сергей. Что такое пропаганда сейчас? Пропаганда? Пропаганда это демонстрация на мои деньги, в частности, как налогоплательщика, фильмы, рассказывающего мне о том, что такое хорошо, что такое плохо. И что это плохо? Мне кажется, что это плохо. Ну, это разные же точки зрения существуют. Стоп, 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 стоп. Сейчас, давайте мы по порядку. Давайте сначала мы определимся с фильмом август 8-го. Да. Потом мы перейдем к методологии расходований в ваших сферах. Значит, фильм август 8-го. Есть органы исполнительной власти. В сфере кино это Министерство культуры. Для нас это достаточно, ну, как бы сказать, такой начальственный, что ли, не знаю, как это сказать. Весомый аргумент. Весомый аргумент. Абсолютно правильное слово, да. Поэтому, когда в государстве есть какой-то орган, который отвечает за какое-то направление, да, в этой сфере, про кино мы сейчас говорим, и есть государственные деньги, то вы не будете спорить с тем, что у государственного органа есть определенная компетенция, чтобы определять, куда направлять государственные деньги. Потому что ваши деньги налогоплательщиков после этого пришли в бюджет. В бюджете есть дума, законодательная власть, исполнительная власть. И каждый платеж, который по стране, не только фильмов, да, он определенным образом форматируется через государственную власть. То есть, когда вы передали свои полномочия уже кому-то решать... Это общие слова. Нет, нет. Общие слова, что говорите вы. Объясню почему. Потому что, когда вы говорите деньги налогоплательщиков... Есть фильм август 8-го, есть... Как вот этот фильм, про который ты говорила? Калачи, да. Да, калачи не симпатия. Это мое любимое просто. Да, да, я знаю, да. За калачи больше всего получил... Вы сейчас выбираете два, два таких совершенных красных проекта. Ну, это же кошмарный. На калачи смотрели. Невероятная кошмарная жизнь, эти калачи. Давайте про калачи расскажу. Калачи, когда возник, да, есть экспертный совет. И мы... Для нас очень важно жанровое разнообразие, да, потом вернемся к августу 8-го и к вашим деньгам налогоплательщиков. Про калачи сначала. Значит, жанровое разнообразие очень... И вдруг там такая кинокомедия, калачи. У экспертного совета спрашиваю, как сценарий? Сценарий, говорят, замечательный. У нас в этот момент там нету ничего в сфере комедии... Ну, вытащи сразу, экспертный совет это кто? Да, это что? Экспертный совет это совет при фонде. Это первая сита, через которую проходят все проекты. Сколько человек не выходят? Это позиции... Там 11 человек. Сита, прежде всего, связанная с профессионализмом сценария. И уже следующие моменты, связанные с профессионализмом пакета. А можно назвать именем? А что, кто получил? 11 человек это кто конкретно? Ну, я могу несколькие фамилии назвать, все сейчас напомню. Ну, Мита, Володарский, Сельянов, председатель Борис Николаевич Любимов. Подождите, Сельянов, он же получает деньги от вас. Какой может еще быть эксперт? Сейчас объясню. Вот это как раз счетная палата и прокуратура очень часто мне задавали те же самые вопросы, что и вы. Как Сельянов может принимать решение по выдаче денег? Да, себе же денег. Да, значит, когда возникает конфликт интересов, он не участвует в голосовании. Когда касается вопрос Сельянова, и представить себе, что там бартер, да, Сельянов за кого-то проголосовал, а Володарский за Сельянова, мне трудно. Люди, в принципе, достаточно ответственные, достаточно самодостаточные, достаточно известные. Кто их назначил экспертами? Кто их выбирает назначать? А Пописический Совет утверждает состав. Утверждает, а кто предлагает кандидатуру? Предлагают разные люди, там Пописический Совет предлагали, там совершенно разные кандидатуры, там говорят про Михалковский, антимихалковский, это все лирико. А от вас что-нибудь зависит? Вот в принятии решений по распределению денег, вот тех самых, по крайней мере, двух миллиардов рублей, которые распределили. Очень абстрактный вопрос, очень абстрактный. Мне кажется, очень конкретно, определяете ли вы, Сергей, конкретно, кто... Я лично, сейчас скажу. Право финального голоса какой-нибудь. Да, нет, значит, я стараюсь вообще из этой сферы выйти, где касается определения каких-то вот таких вот точек надбив. Почему? Потому что если у меня будет такого рода практика, да, мне будет очень трудно работать. Почему? Я достаточно в этой системе, да, функциональной, и я могу или в одну сторону, или в другую перевешивать, да. Поэтому я стараюсь минимизировать свое участие в этом вопросе, иначе просто мне будет очень трудно от миллиона звонков, да, как-то отбрыкиваться. Ну вот вы минимизируете. Все же, все же, потому что вы не ответили, сейчас вы определяете или нет? Кто принимает решение? Я вам говорю, значит, попечительский совет принимает все основные решения, связанные с нас. Нет, вы конкретно, вы конкретно. Я, как член, один из членов попечительского совета, принимаю вместе с ними решение. А вы в экспертный совет, вы входите? В экспертный совет я не вхожу. То есть большинством голосов просто попечительский совет все решает? Да. А у вас какой специальный вопрос? А, грязь составляющая, она учитывается вообще? Какая? Я имею в виду бизнес-составляющая. Да, да, вот тут есть уточнение, потому что немножко лукавство, когда мы говорим, да, что вот просто экспертный совет деньги не распределяет. Значит, экспертный совет дает нам наименование, да, те темы, не те темы, а те проекты, которые прошли через экспертный совет, прежде всего с позиции профессионализма сценария, да. Следующий этап, приходит к нам фонд, дирекция, мы смотрим средства, да, и смотрим, какие у них планы бюджетов, да, какие средства можем, какие инвестиционные составляющие, для того, чтобы это каким-то образом упаковать. После чего мы выносим вот этот пакет уже на попечительский совет, и попечительский совет главный орган, который принимает решение по уставу фонда, да. Поэтому мне в этом плане достаточно удобно, почему? Потому что ответственность все равно, она лежит на попечительском совете по основным вопросам. Понятно. А теперь про качество, про качество сценариев, да, потому что мы тут калачи-то, калачи-сё, а кто, собственно, знает, что это за калачи, кроме сидящих здесь? Я хотела бы пояснить для зрителей. Это комедия, которая вышла в прокат достаточно небольшим количеством копий осенью этого года. Она повествует о таком казачьем семействе по фамилии калачи, вот, дед-бабка и внук, которому единственному из всей станицы не дошла повестка в армию. Он этим невероятно возмущён. Односельчане смеются над Егоркой и Калачом. Он очень обеспокоит ситуации и, значит, бегает, бегает. Ты спрашиваешь, что же мне сделать, чтобы повестка до меня наконец-то кидошла. Смотри, ты писала что-то. Я здесь видела, смотрела этот фильм. Вы до конца это смотрели? Практически. Аплодировали в конце? Очень было тяжело. А люди аплодировали, уходили? Нет, нет, ну, в зале, в общем, стояла тишина, потому что я, на самом деле, такого вот уровня агита в современном российском кино. Ну, август 8-го, наверное. Ну, мы ещё не смотрели. Мы говорили об этом. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вы смотрели? Нет, 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 нет. Давайте сейчас не перекидываться на август 8-го. Давайте про Калачи всё-таки договорим. Проклачили. Вот. И это, конечно, абсолютный агит кино, потому что вот в сегодняшнем информационном поле, когда мы знаем, что творится в армии, когда мы знаем, как на самом деле молодые люди относятся к армии, потому что они, в общем, имеют возможность прочесть в интернете, что там происходит, снимать фильм абсолютно вот какого-то северокорейского образца о том, как Егор Кокалач бегает по деревне и хочет, да, в... Там всё вот от имённой фамилии до вот до сюжета. Вот. И это как-то... Конец, конец, конец выступления. В чём? Конец выступления. Резуме. Это довольно жуткий фильм. Вы его не смотрели, да? Нет, я не смотрел. Давайте... Выделили денег. На уровне сценария уже видно, что это тоже какой-то кошмар. Вы знаете, на сколько проектов мы выделили деньги? Насколько? Насколько. Расскажите. Ну вот. Мы выделили деньги в прошлом году на 56 проектов. Калачи – один из них. Калачи, я говорю серьёзно, это стало притчево-языце, потому что куда не придёшь, все говорят только про Калачи. Никто не говорит про Елену, про Сибирь, Монамур, там, и про Фауста, там, не про Оддом. Много я вам могу сказать. Про сказки Безрукова. Сказки Безрукова, да. Ну что, это плохой кино? Я не знаю. Сказки Безрукова? Да. Ну, он не собрал денег. Это нужно, что я знаю. Ну, ребят, вот он не собрал денег, это отдельная тема. Не очень получился в кино. Всё получает Сергей Безруков последний. В каком планете? Ну, вот везде его снимают, всё, деньги получают. Почему Сергей Безруков такой, востребованный? Да нет, ну на этот вопрос, там, если вряд ли ответится. Я обидываю, давайте я вам про сказку скажу. Дело в том, что в 2011 году мы очень много думали о том, как увеличить приток денег в индустрию. Сначала мы долго говорили про детское кино. Если вы помните, было выступление президента, премьера, все говорили про детское кино, правительственный совет детское кино, министерство культуры Минфин пишет просьбу дать денег на детское кино. Это, в принципе, святая тема, никто не будет спорить. Детского кино нету. Тем не менее, у нас, я сейчас про финансы говорю сначала, да, тем не менее, у нас уже какой-то набор там есть, каких-то проектов и так далее. Потом анимация, да, с анимацией немножко лучше разрешилось, анимацию... А почему вдруг вы анимацией занялись только после того, как Владимир Путин решил ей заняться? Вы же только недавно выделили деньги на анимацию. Нет, нет, подождите, подождите. Вот опять не так немножко. Мы анимацией занялись сразу же вместе с детским кино. У нас рабочая группа, которая по детскому кино и анимации была создана в феврале 2011 года. Февраль 2011 года. Но деньги-то выделены в августе 2011 года. Февраль 2011 года. То есть это опять информационная... Ну, создали, потом Владимир Путин сказал, а потом... Очень часто, да, люди привязывают какое-то информационное событие, выводят немножко, ну, слово некорректно, наверное, неправильно, но недостаточно зная о ситуации. То есть не Путин предложил анимацией заняться? Нет, это было до, и Путин это поддержал. И, в принципе, это нам помогло расширить приток финансирования в кино. А где вы нашли 18 аж проектов анимационных? У нас только Иван Царевич какой-то, вот еще что-то? Нет, там гораздо больше, там гораздо больше, чем 18 было. Там, во-первых, два блока опять. Арт, как бы, да, и как бы зрительское кино, где там частично сериалы, частично полнометражные. Никто не будет спорить, что полнометражная анимация, да, вполне привлекательна с позиции кассы позиция, правильно, да? Вот, поэтому вот установка делать полнометражные мультики... Вот сейчас «Смешарики» вышли. Кто-нибудь смотрел? Я смотрел. Как «Смешарики»? Ужасно. Ужасно, а мне понравилось. Ну, это отличное, наверное, кино для тех, кто... для тех детей, да, которые смотрят сериал. А вы не ребенок? Понял, да. Нет, ну, просто... Сережа, двое детей. А дети что дети? А, я пока еще не сводила. Но я подозреваю, что они, конечно, будут скучать. Ну, я могу сказать, я сводил детей. Чуть ли не первый раз здесь. Восемь и десять. Ну, дочка старше, десять лет, ей не так, а мальчику понравилось очень вполне. Слушайте, ну, поскольку у нас осталось... Может, у вас более продвинутая, правда. Нет, у меня сейчас... Осталось немножечко совсем до конца, извините, первой части. Все-таки добью про калачей. Признаете, что фильм плохой? Я его не смотрел. Почему вы не смотрите? Интересно же, на что вы деньги выделяете. Опять-таки, я говорю, что тут вот участие... Ну, для чего я должен смотреть кино? Экспертиза вне меня. Принятие решения основное вне меня. Я администратор. Я должен каким-то образом наладить вот работу вот этих органов, чтобы они как-то сбалансированно работали. Если я буду смотреть, я буду или расстраиваться, или радоваться, но это ничего не добавит. Совсем маленький. Кто будет наглазон за то, что выделили деньги калачам? Да, грубо говоря. Я думаю, что в кино каждый имеет право на ошибку. Как это вам не больно слышать? А вы слышали вот про этот сериал, про гостей из будущего, в награде Сколково «Приключения Алисы». Сериал? Да, вот. Сериал. На который мультипликационный. Сериал. Вот я вот тут прочитал. Да, и что там? Вы на него выделили денег. Да. И что это вот такое? Вы считаете, это будет тоже не ошибка ваша? Давайте я скажу, как выделялись деньги на анимацию. Да, давайте. Чтобы было вам понятно. И про Виноград Сколково. Да, давайте я вам... Очень хотелось бы про Виноград Сколково отдельно услышать. Мультфиль про Виноград Сколково. Вот, вы знаете, у вас есть одна деталь, вы выхватываете одну позицию, которая кажется вам самой такой, ну что ли, полускандальной, да? И вокруг неё вот на клочи, вот мы сколько говорим про клочи? Ещё Барбоски мне нравятся. Давайте про мультики. Про мультики. Да, я вам расскажу про мультики, чтобы было понятно. Как принимается решение, как финансируются мультики? Арт. Создаётся группа из 17 экспертов, где все фамилии, вот самые такие известные у нас, самые выдающиеся, участвуют. И вообще, в сфере анимации сейчас вот консолидация профессионального сообщества достаточно высока. И они принимают решения, связанные с артом. Они голосуют все 17. В зрительском, где сериалы, вот о чём вы говорите, там 6 представителей каналов, 2 представителя проката, 2 человека тоже с анимацией связаны. Все голосуют. У меня есть результаты, я ничего не смотрел, естественно, проект. У меня есть результаты голосования всех. Это люди, которые закупают сериалы, и они знают, что смотрят, потому что они зависят от рейтинга. Это люди, которые катают в кинотеатрах полнометражные эти фильмы, да? И эти люди, которые никак не связаны ни с Министерством культуры, ни с ВОДом, это не чиновники. Это они принимают решения. И они принимают эти решения, исходя из двух составляющих. Первое, качество сценария, да? Второе, качество группы, способна ли эта группа аниматоров, да? Этот сценарий привести в какой-то более или менее вменяемый вид. То есть про Сколкова не расскажете? Я не знаю даже про это ничего. Это экспертная группа. Сергей сейчас... Там про Сколкова что-нибудь есть? Барбоскины. Барбоскины, это сериал, который на втором канале... Это Сирьяновский, по-моему, сериал. Сирьянова, я думаю, трудно обвинить в непрофессионализме в сфере мультиков, да? Поэтому в компетенции, я думаю, там есть 100%. Сергей, пожалуйста. Хорошо, ну вот просто к вопросу о... Ну, как бы до преступления и наказания. Кто, ну... Вам наказано? Донесет ответственность за ошибки экспертного совета. Да. Есть ли ответственность какая-то? Сам экспертный совет там признает ошибки, вы анализируете? Я вам скажу другая вещь на самом деле. Там не столько проблема в ошибках, сколько проблема в предложении качественных сценариев. Если вы думаете, что экспертный совет – это какая-то такая крючкотворная организация, куда идёт много талантливых сценариев, и они эти талантливые сценарии куда-то в сторону добегают, я думаю, у вас таких иллюзий нет. Абсолютно нет. Если нету этих иллюзий, у них стоит совершенно другая задача. Из того, что есть, попытаться что-то... Ну вот у меня есть ещё калачи... Поэтому за ошибки... Я вернусь к вам с калачами ещё раз, в последний раз. Они говорили мне все, что калачи – хороший сценарий. Вот сценарий калачи читали... Так они соврали! А они говорили, что они деньги соберут? То есть... Сказать, что они чётко соберут кассу, этого не было. А кто вот из них больше всех говорил, что калачи – хороший фильм? Ну я не помню, ребят, по фамилии, да, и сразу прокурору. Я не помню, там, понимаете, протоколы экспертного совета, да, кто принимает участие, я не помню, кто принимал участие в этом. Если вы думаете, что для меня вот было очень важно, кто-то принимал, сейчас вот я вызову людей экспертного совета и скажу, вот вы про калачи сказали, а теперь мы вас выгоняем. Нет, этого не будет. Подкараулем его в тёмном переулке с солдатским иматерием. Нет, а вы сказали, там были какие-нибудь другие фильмы хорошие? Были. А об этом мы поговорим после рекламы. Об этом мы поговорим после рекламы. Напоминаю, сегодня у нас в гостях Сергей Толстяков, уходим на несколько минут, после чего вернёмся в студию. Спасибо. Спасибо.